Девушки отдыхают Боевый хомяк революции, который спросил Так же, кого я предпочитаю, Троцкого или Сталина Наверное, все-таки Троцкого И Тофакс Который спрашивает По поводу Того, почему При покупке Хойки с какими-то паками Нет озвучки войск различных стран Я с подобной проблемой не встречался, но если кто Знает, как ему помочь, напишите, пожалуйста, в комментах Так вот Также передаю вам, ребят, большой привет Спасибо за поддержку канала Ну а мы начинаем Так В прошлой серии воевали С Тибетом, с монголами С Бутаном Теперь мы не сможем уехать Нет, но только одной дивкой Потом, когда Япония нападет на Цин, мы нападем на Японию Мы сформируем альянс Можно будет потом взаимно Взаимный проход организовать А сейчас пока Пуэ бычет не хочет Проходы мне предоставлять Вот Так вот По этой причине Пока не судьба одной дивки Она посидит в Бутане Все остальные господа Сейчас отъедут К границам Потом я их начну перебрасывать потихоньку в Европу Потому что Все-таки Французская коммуна Скоро затащит Возьмет Берлин После взятия Берлина Должен Распуститься Рейхспакт Кайзер Улетит куда-то В Миттель-Африку И потом Теряются Гарантии на Дон Кубани На все такое прочее Можно будет спокойно всех Европейцев Завалить Кстати, есть одна проблема Большая проблема Достаточно Так как мы договаривались Взять имперские территории И все прошлые Польшу-то мы не сможем Сразу захапать Придется Как-то подгадывать Когда они возьмут Берлин Когда французы возьмут Берлин Надо будет срочно Оправдывать цель войны на Польшу И следовательно Первая война Которая у нас будет Скорее всего Будет Войной Прорывом к Польше То есть на Украину Пойдем Хотя может быть Попробуем синхронно Напасть на всех Если повезет Если У нас Хватит Дивизий На это Благое дело Ну что же Ждем Ждем Падения Берлина И перебрасываем Тихонечку В войска Итак Германская империя Капитулирует Нам остается Только Немножко Подождать Когда Блок Рейхспакта Развалится Должно Случиться Уже Очень Скоро Ага Сейчас Наверное Это и При Германская Стазия Французская Коммуна Завершили Действия Марокко Все Вообще Постазиатская Поляки Литва Ирландия Видимо Да Начали разваливаться Все Украина Без Альянса Итак Давай начнем Наверное С чего-то Максимально Простого Именно С Балтийского Герцогства У него Нет Альянса С чем Я его И поздравляю Звать Я никого Не буду Единственное Ну там Одна дивизия Всего Видишь Сейчас Довольно Быстренько Должны Мы Форсировать Эти Все Провинции Сейчас я В ручнике На команду Проблем Не будет С этим Делом Так Так Еще не все Прибыли на позиции Еще Готовятся К выполнению Приказа А вот На югах Вот На территории Белоруссии Ситуация Уже Довольно-таки Веселенькая Можно Тоже Объявлять им Войну Сколько 8-16 Делать Тоже нормально Объявляем Войну Нет Никаких Рейхспактов Никто Независимости Не гарантит Так что С этим Мы их И поздравляем Завоевание Германии Либерия Капитулировала Сегодня Произошла Немыслимая Немецкая Армия В Европе Пальп Поднатическом Врага Рейх Больше Не может Выливать На своей Территорией Поэтому Кайзер Улетел В Миттель Африку Все Задница Кайзер Рейху Теперь Немецкое Правительство В изгнании Творит дела Альянса У него Конечно Нет И Гарантии На Дон Кубани Всякую Такую Лабуду Потихонечку Начинает Аннулироваться Это Главное Нам Еще Надо Кое-какие Вещи Поправить Потому что Потому что Потому что Потому О Коммунисты Предлагают Пакт о Ненападении И В принципе Подписать Их Можно Пока Мы Нападать На коммунистов Не будем Но Это Только Пока Япония Германская Устазия Тоже Писали Перемирие Удивительно Мне казалось Что японцы Будут сражаться До победного С Устазией Они же Ведь За этим И пришли Воевать Но нет Так Быстренько Маневренными Дивизиями Сделать Вещи Ты На Ригу Давай-ка Немножко Подзадержи Противника Нам еще По Украине Ударить Ой Осторожно У нас тут Грека Через реку Пришел Быстренько Помешать им Творить дела Еще Немножко Заводов Что по Инфраструктуре По 50 А вот Кстати В Москве По 70% Нормально Закрываем Все Хорошо И грамотно Осталось Забрать Ривель И осталось Забрать Ригу И еще Надо бы По-хорошему Я девку Закинул Все Норм Танковые армии Пробьют Беларусь Можно будет После этого Спокойно Радокс А почему Два Минска Раз Минск И два Кто-нибудь Мне объяснит Надеюсь Объяснит Мне интересно Почему Два Минска А ну-ка Стоять Подожди На Ригу Ты ничего не идешь На Ригу Скорее И Отсюда Тоже Надо бы Забежать Скорее Достаточно Ресов Минска Хочет Пак Подписать В Минсбере Да пусть В принципе Пусть Это Я с кем-то Я не помню С кем даже Я торговал С кем-то Еще одним Закончилось Получается Нефть И стали Впритык Вишневесело Мне там В комментах Все советовали Наоборот Отменить Бла-бла-бла Нифига Подобно У нас С ресурсами Проблемы Относительно Умеются Закотлили Баутийцев Это Конец Конец Баутии Единственная Господа Проблема Заключается В том Что Итальянская Социалистическая Республика Какого-то черта Имеет тут Кучу очков Поэтому Сейчас я буду Сейвиться И Пробовать Все в лучшем Виде Делать Хорошо Надеюсь Никто Меня За это Не поругает С Авигами И давай Давай я Пропущу Сначала Попробую пропустить Да Никто Кстати Ничего Не просит Сейчас Самые дорогие Провинции Надо забрать Ливонию Ливонию Вот это Вот Ага 97 очков На барабане Вот это Пипец Сейчас Лютый Будет Если они Юрьев Заберут А Все Хорошо Нормально Нормально Все закончилось Балтика Наша Без Каких-либо Вообще Проблем И неприятностей Российская Республика Забирает Кучу всего Можно Теперь А Надо Еще Белорусам Стрелять Которые Ходят Бродят У нас Опять Чего-то Не хватает А Резина С резиной Тоже В принципе Жд Ай Когда Эту Вещь Уже Пофиксит Все А И кстати По Литве На Литву Тоже Можно Быстренько Въехать У нее Шесть Дивизий Сейчас Мы Как Сделаем Давай-ка Быстрые Маневренной Моткой Въедем Вынесем Котел На всякий пожарный Еще одну Пехотную Дивизию Возьму А вот Этих Всех Сейчас Выделим И Намалюем Новый План План Удара По Литве Все Давай Таким Вот Образом Единственная Проблема Что мы В бестолку Калубасим Одну Пехотную Дивку Прям В бестолку Кстати А кто Тут Вообще Ага Ясно Давай Мы Тебе Красный Телефон Выдадим Попробуй Вот эту Дивизию Конечно Нет смысла Откалывать Никаких Бонусов Ничего Мы не получаем С этого Кауд Пробили Ну-ка Сможем Трешкой Задницу Надрать Венчанам Сможем Сможем Королевство Испания Нексировано Французской Комуной Так вот Господа Весело Все Происходит Тут Литва Ходит Еще Захватывает Они же Воюют Сусская Комуна Сейчас Конечно В ударе Минск Бросает Защитники Города Нам Остается Совсем Немного Тут Порезвиться Азербайджан Надо успеть Подойти И там Уже Разберемся Давай я На максимум Производство Арты Выкручу Лучше Будет И нефть Конечно же У Венесуэлы Все нормальные люди Покупают нефть У Венесуэлы Судьба Судьба Баутия Сейчас Произойдет Ивент Еще Я кстати Не знаю Есть ли Смысл Прокликать Не Есть Наверное Но Видишь Мы выберем Вариант Продолжить Окупацию Потеряем ПП Все такое Прочее Так Посмотри Какой трэш Тут Происходит Но Берлин Не отвоевали Еще Они все В Испанию Видимо Поперли НКТ Фаи Освободили Видишь В Италии Ливают Здесь Ливают Следовательно Следовательно Они потопали В Испанию Большую часть Дива Уху Блин Вот это трэш Тут котел Такой Масштабный Видишь Австрияки Австрияки Еще пытаются Что-то показать В отличии от Кайзера Но такое Раньше Кстати Тоже было Что Кайзер Он почему-то Послабее Чем Некоторые Другие Интересные Личности Так Что еще Хотел А кстати Посмотри Мы можем Сюда Въехать И закатлить Въехать И закатлить И Дивки На Литву Можно уже Бросать Я думаю Никаких Проблем С нападением На Литву Возникнуть Не должно Уже Ну-ка Дружок Я тебя тоже На приказ Закреплю И побежали Все Беларусь Загашена Мы получаем 100 очков На барабане СТ-77 И Постоянно Сейвится Да Конечно же Постоянно Сейвится Потому что У этих уродов 65 очков И хрен его знает Что они Сейчас выдумают Мне Хотя Вполне Вероятно Что Все будет Хорошо И мы С вами Поимеем Профиту Ну видишь Давай Минск Надо бы Забрать Наверное Обязательно То есть Надо забрать Минск И Что-то Еще Оставить В какое-то Время Да Французы Ничего Не берут Ого 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 Замечательно Все Шедевр Беларусь Наша Теперь Надо Фастом Вот эти Танковые Части Таустовские Просто Фастом Брось Сюда Чтобы Напасть На Украину Да Украинские Дивки Они повсюду Они тут Назахватывают Кучу всего Но Они полезут В колоссальное Истощение Следовательно Мы сможем Вполне Себе Профиту Поиметь Тут Надо бы На Польшу Уже Поставить Управдание Цели Войны Если Там Не 20 Деньков Управдание На Польшу То мы Уже Сейчас Сможем Что-то Приготовить 20 дней Потому что Кстати 125 дней Вполне Сможем Давай На Варшаву Управдаю За 25 ПП И Одно Единственное Но Давай-ка Одной Какой-нибудь Удаленной Дивкой Въедем В Каунас Вильнюс И Грудно Захватим Быстренько Чтобы Литву Капнуть И все Без вопросов Чтобы было Дальше Украина Как мои Наборщики Что-то Они очень долго Готовятся Но все-таки Это лучше Чем Распускать Размещать Зелеными Распускать Тут ответственную Миссию Тоже уже Вырисовываем Потихоньку Полегоньку И теперь Бегом Разбегом Пакт И нападение Коммунальная Волония Коммунальная У меня Совершенно С другим Ассоциируется Вот это Блин Жек Захватил Власть В стране Офигеть Не правда ли Кто-то Конечно Успеет Перебраться Через границу А кто-то Нет Все Литва Капитулейт Шикарно Шикарно Все даже Быстрее Чем я думал Получается Какой у него План Теперь Интересно Потому что Все поломалось Нафиг Теперь Не понимаю Какой у этого Товарища План Убраться Кстати У меня Вопрос 121к Литовцев Полег А почему Конфы нет Хотя Это может Не через день Произойдет А чуточку Позже Вот хрен Его знает Еще не все Прибыли На позиции А вот и Конфа 86 очков На барабане Но такая проблема Видишь Опять что У французов Тоже дохрена Очков Вот Откуда У французов Столько очков На Литовцев Балтийцев И прочих Я не знаю Давай вот это Вот заберу Допустим Ты посмотри Какие наглые О Теперь нормально Все Литву Сбираем Но плану Нашего А подожди Я не на того Мужика Посмотрел Ух Сколько у нас Осталось На Пуляка Оправдывать Еще долго Поэтому Давай армию На Украину Перебросим А Слушай Не надо ее Перебрасывать Видишь Сколько тут Дивизий Украинских Надо Объявлять Уже Войну Украине Тогда По фасту Объявлять Войну Украине А вот Этих Чуваков Как мы Помнишь С финами Делали Куча Дырочек Образуется Мы им Задницу Надерем Элементарно Этими Карательными Дивизиями Но Сперва Разберемся С Вольфрамом Еще Закупим И Норм Ну что Украина Давай Воевать Можно Сразу Уже Въезжать Так вот По границам Захапать Эту Дивку Мы Нагоним Наваляем Ей Надо Кого-то На Киев Сразу Попробовать Отправить Вот Кстати Вариант Вот Этих Дохлятиков Можно Пробовать Продавить Ну и Все Наверное Пока Дальше Уже Посмотрим По Ситуации Касаемо Плана Касаемо Вот этих Всяких Чуваков Надо Надо Еще Решить Вопрос Навалять Им Потому что Будут Сейчас Дырочки Они Получат Колоссальное Истощение И Сотня Тысяч Украинцев Сейчас Просто Напросто Сварится В котле Да Дырочки Появились Это Им Ничего Не Даст Совершенно Надо Подумать Кому Телефон Дать Красный Где Наибольший Успех У нас А вот Кстати Смотри На этом Направлении Это Кто Третья Армия У нас Третья Армия Я Выдаю Тебе Телефон Эксклюзивную Возможность Позвонить Народ сейчас Нормально Двинется Заниматься Великими Делами Главное Только Чтобы Они Народные Не Полезли Потому Что Если Они Туда Полезут Придется Компания Кого-то Отправлять Вдогоночку Руди Огневой Поддержки Прокачаем Меняем Оружие Нормально И что еще Можно тут Сделать Полезного Мы на Киев Уж почти Приехали Шикарно Где там Дальше Столица В Севастополе Будет Нет Я не помню Просто Давно В последний раз На Украину Он падал Ну Здесь Пока Я думаю Нормально Главное Следить За Господами Официально Кламандская Народная Республика Включает Пакт Тебя Милый Друг Давай Сюда А то Мало Ли Диверсанты Тут Ночудят Меня Киев Мы не сможем Взять Прямо Сходу Там Кто-то Стоит Но Это Ожидаемо Всегда Можно Продавочку Попробовать Сделать Но Мы все равно Их загасим Даже Несмотря на то Что у них Большое Достаточно Количество Дивизий Качеством Они особо Не располагают Все должно Быть Простенько Плюс Мы взяли Доктрину Маневренную Там Где Танки У нас Будет Вообще На Изи Все Тык 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 Единственное Где Не на Изи А тут Нас Еще и Атакуют Загвоздка А Давай Подмогу Сейчас Закинем Подмогу Все должно Образоваться Наших парней Атакуют Параллельно Не только Сами идут В бой Но их Еще и атакуют Тут постоим Хорошо Атакуем Четенько Замечательно Главное Чтобы французы Крым не забрали Какой-нибудь У нас Потом А то Они могут Черт Черт У нас порт Плохо Портовых парней Мы просто можем Попридержать Чтобы они далеко Слишком не бежали Не разгонялись И все Нормализуется Танком Можно попробовать Организовать Котел Как-то сюда Въехать Попытаться Будет Я думаю Самое Самое То Жалко Нет интеграции Земель Есть интеграция Монгольских Земель Сибирских Русских Но нету Даже У Орды Были Была Интеграция Нету Интеграции Земелек Например Допоснащение Надо Тоже Сделано На максимум Вот это Все Все вот Эти важные Вещи Я все На максимум Возьму Поставлю Нету Интеграции Почему-то Ни на Беларусь Ни на Украину Очень Странно Это Придется Их Подержать Сейчас Кавалерий Зайдем Сюда И Потом На помощь Кто еще Может Поддержку Оказать Вот Ребята Как А ну да Параллельно Еще Как там Польша Сколько Еще Долго Мы Прям Блиц Крик Ведем Какой-то Внимание 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 Нет Кучу народа Закинули Так что Свариться В котле Пока Им не грозит Не бегай Тут Мне Я тебе Не разрешал Бегать Скорее Помогайте Скорее Помогайте Братюням Ракетно Надо кстати Ракетную артиллерию Попроизводить Польза Будет Неимоверная Но сперва Закончил Модернизацию Артиллерии 202 дня Вполне себе Немного Увы Немножко Не хватило Надо было Телефон Выдать Надо было Выдать Телефон Ну ничего Сейчас еще Кавалерия Подойдет Дуполнительно И еще Я шкал А я этих парней Таким не назначил На приказ Жалко А кстати Я и приказами Не пользуюсь Времени Это Это плохо Котел у нас Меж тем Живет И здравствует Укрепом Очень тупая Затея Вильну Потеряли И Видишь Немножко Некоторый Застой Реганизовался Начался Некоторый Застой Че 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 Ты Тут КТ Фай Предлагает Пакт Производство 100 Левших И Так Подожди Все нормально Нормально Все Сделал Надо Бы Телефоны Выдать Итальянская Республика Запрашивает Еще один Пакт Ой 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 Хотели Сами Котел Организовать В итоге Попали В него Шедевр Просто Шедевр Восходство В воздухе На стороне Украины Но я не пользуюсь Авиацией Сейчас я ее Коплю на Кого-нибудь Большого И сильного И страшного Французская Республика Падает на Марокко Поэтому Так Потому что Может быть С коммуной Повоюем Может быть Повоюем С Японией Нет С Японией Точно Повоюем Сто Процентов Ширить промочку Это последний Полезный Фокус Который остался Дальше Там По-моему Ерунда Всякая Будет О Кстати Вон 95% Давай Конякой Бегом Конякой Бегом И конец Чего ты По Киеву Там Пытаешься Что-то Выдумать Киев Нам пока Не светит Как бы Грустно Это не казалось Ну Украина Показывает Зубки Показывает Она Зубки Не получается Ее вот Прям Сходу Взять Продавить Глицкригом За несколько Дней Как мы С Литвой Сделали С Белоруссией Сделали С Балтикой Сложнее Смотри Они все В одну Кучу Бежали Подойдем И все Ничего Им не светит Опять В котел Гали Что ж Такое Что ж Такое Это Что за Дела С другой С другой Стран А Нет Они не Соединятся Со своими Они не Получает Один Из наших Командиров Танковая Дивка В котле Это Очень Тупо И Грустно Грустно И Печально Так И на Приказ Все В принципе Правильно Тебе Милый Мой Друг А Они Атакуют Пробую Атаковать Только Бы Не Пробили Только Бы Танковую Дивку Не Пробили Меж Тем Уже Потихонечку Под Киевом Что-то Намечается Громкое Может Быть Скоро Киев Мы Возьмем Север Украинский Дрогнул Единственная Беда Пока Не Имею Каких А нет Имею Кстати Идею Так Въехать Но Резервных Дивизий Нигде Вот Еще Надо Срочно Как-то Вдарить Подружки Ты Стой Держи Оборону Кстати Вот Посмотри Можно Попытать Но Нет Резервных Дивизий Мало Народу Вот Эти Ублюдки Они Готовятся По 500 Лет Хотя Это Я Зажрался Наверное Потому Что У нас В катке Запарагвай Например Имеются Бонусы На Всю Эту Ерунду О Нет Поляк Нашего Поляка Могут Завалить Сейчас Австрия Спасай Ситуацию Австрия Спасай Ситуацию Потеряли Все-таки Дивку Ф Ф Ф П Респект Она Пыталась По крайней мере Надо было Следить За ней За действиями Противника Потенциального Этих Ребят Я на Подмогу Не буду Уже Закидывать Надо Потому Что Держать Их Готовыми На Польшу Мало Ли Что Мало Ли Что С этой Польши Ну Польшу Могут Вполне Пробить Коммунисты Ну Вот Еще Еще Один Герой Еще Один Герой В котел Кстати А что там Насчет Киев Еще Не взяли И Скорее Всего Продавить Его Не Получится Времени Все Да Все В Киев Будут Отступать С другой Стороны Мы Дивку Закатлили Плохой Варик Слушай Не Выпендривайся Только Сейчас Не Выпендривайся Мы Уже Одного Такого Умного Потеряли Меж Тем Уже Под Луганском Движуха Идет При этом Нас Еще Под Пинском Немножко Пробили Большой Котел Такой Организовать Не Получается А Жаль Очень Очень Жаль Польша Держится Держит Линию Это Меня Радует Я Чуть Я Чуть Не Офигел Опять Подумал Что Они Там В котел Улетели Немецкое Правительство В изгнании Вступает В Антанту По Фокусу Антанту Полезли Не Все Снова Началась Эпическая Продавка Может быть Даже Сейчас Киев Возьмем Если Повезет Толстов Получает Рунение Видишь Как Украинцы Спротивляются Отчаянно Надо Бы Попробовать Главное Следить За Дивкой За Этой Взять Севастополь При этом Стараться Не Потерять Ее Падение Киева Плохие Новости Для Страны Украины Сегодня Русская Армия Только Что Напала На Древнюю Столицу В тех Первоначальных Докладах Каринские Защитники Могли Удерживать Их На Мостах В затяжной Осаде Но Мостов Казалось Слишком Много Русские Войска По Обе Стороны Реки Заставили Разбастных Защитников Сдаться Киев Пал С Процветающим Центром В русских Руках Остальная Часть Каринских Земель Находится Под угрозой В то время Как Представитель Государства Российской Республики Пообещал Уважать 700-летнюю Историю Сложившуюся Поставок Мангу Уничтожили В 1204 Оккупанты Никогда Не были Добры К местным Жителям Поэтому Они ожидают Худшего На Кринский Ив Наш Ух Оккупанты Мы тут Злостные Ну А В Одессу Улетела Столица Но Это Даже Проще Так Постополь На Всякий Пожарный В уме Держать Нет Они Не соединились Давай Тогда Отойди Чуток Дешифрование Атака По каналам Можно Атомное Исследование Там В любом Случа Их надо Подкачивать Потому что Там Время Исследования Бонусы К этой Замечательной Штуке К Время Исследования Кто-то Наконец Обучился Свободные Заводы Надо Потихонечку Производить Ракетную Артиллерию Вставить Ее В шаблон К Мод Пехоте Ново Прибывшие Дивки Пусть Пока Побудут В резервах Сейчас Прям Срочно Они Мне Не Не Нужны В Объеме Пяти Штук Надо Кстати Линию Развертывания Наверное Повыше Сделать Десяточек Чтоб Была Десяточек Десяточек Надо попридержать врагов, иначе мы сольем еще одну дивизию. Хочу сливаться дальше. Танковый клин должен завершать. Гоу ту Севастополь. На Украину уже все, никаких проблем. Не доставит вот эту дивизию на Одессу. Достаточно ресурсов. Что там? Вольфрама не хватает. Вольфрам это Гбирмия. Кого-то закотлили. И этот кто-то еще и бычет так серьезно. Наконец-то котел получился. Пинский. Надо сперва Пинск забрать. Потом уже о котлах думать. Стой, выгоняйся. Давить-ка на Пинск. Польша отлично держится. Они потеряли Броцлав. Но все равно. Все равно удерживают нормальную позицию. Пока кривой рог не возьмем, все равно тут ловить нечего. На Одессе еще имеется одна дивка. Надо еще подводные лодки наши наверх запречь. Тоже как вариант. На Японию. Подводные лодки. Перестану уж конвой плодить в таком бешеном количестве. Замурский флор. А сколько еще? Еще две верфи. Еще две верфи. Тоже подлодки. Будем спамить подлодками. Вполне себе неплохая тактика. В новом дополнении вот переработают морскую баталию. И будет уже интереснее и крупными кораблями пользоваться. В том числе. Сейчас же подводные лодки, на мой взгляд, наверное, лучше всего подходят. Такой мой милый крымский друг. Кривой рог сейчас падет. Баттл за Крым продолжается. Все. 600 очков на барабане. Украина капитулирует. Сохраняемся, как обычно. Чтобы какой-нибудь Франции, Крым не отлетел. У них вон 100 очков. Они вполне могут какую-нибудь хрень тут сотворить. У нас 600. Надо знаешь, как постараться сделать? Надо захватить. Приграничные территории. Морские территории. И Киев. И теперь они, по идее, не должны ничего у меня съесть. Все должно закончиться хорошо. По всякому случаю, логика и в тигровом дополнении именно вот так построена. 175 очков на барабане. Да, можно, в принципе, хавать спокойно. Это все мое родное. Замечательно. Остался полик. Ну, полик. Полика надо попытаться пробить максимально. А что-то Франция делает. Что? Что это такое? Это мемель, что ли? А, это мемель. Вот в чем вся загвоздка. Надо отвезти войска от мемеля. Но надо бы еще одну армию куда-то закрепить. Сюда Толстого, я думаю. Самое то с его механизированными дивизиями. Сюда же направить. Схожий план с нападением на Варшаву. Приготовить. Сколько нам осталось до войны? Ну, еще довольно долго. Еще довольно долго. Можно Каучака направить на Дон Кубанский Союз. Дон Кубанский Союз. Сколько у тебя дивизий? Довольно много. Ну, давай Каучака тогда отправим. Там примерно равное количество дивизий. Плюс еще... Плюс еще пехота и мото-пехота обучились. Можно их на приказы дополнительные повесить. То есть сейчас мы вот так вот сделаем. Опа. И повесим на приказы. Мне нужны люди в первую армию. Кто в первой армии? В первой армии у нас... А, кстати, можно еще прокачать людей. Тот же вариант. Ага. И кавалерия. К кавалерии и мод пехоту можно будет сделать. Вторая армия. Это где у нас? Вот вторая армия. Закрепить на приказ. И армия номер один. Это вот здесь на... Нет, это третья. Вот первая армия. Как-то по-лбански все рисуется тут. Ну, вот как-то таким образом. И план... В принципе, вот такой вот. Через Керченский пролив, конечно же, враг может пройти. Но так будет даже лучше. Потому что никаких дополнительных бонусов к защите от капитуляции они не получат. Только потратят дивки. Поэтому я думаю, что охрану оставить туда не стану. Вот как-то вот так вот. Ну, все. Подождем, пока он комплектуется и продолжим боевые действия. Его величество нападения на Дон Кубанский Союз Российской Республики нападает. Нам еще довольно много времени предстоит заниматься великими дивами. Ну, пусть он идет в Крым. Я не против. Он только дивки потратит. Если мы сейчас быстренько возьмем Екатеринодар, благодаря такой эпической затупе искусственного интеллекта, то все будет просто шик. На севере, видишь, немножко проблемно тут. Да, пусть он идет. Пусть идет. Обычно... Обычно ничего. Такого сверхжесткого не получается. Потому что он тут вытворяет. Ну-ка. Попробуй. Попробуй сюда. Ростов не трогай. На Авиацию продолжаем пока забивать. Пусть в стоке будет. На Японию, на коммуну, на кого-нибудь такого. Промко-западный Сибири. Что у нас там еще есть полезного-то? А все. Вот остались на Доктрину бонусы. И дальше на флот. Ну, кстати, пригодится для войны с Японией это флот. Что-то я хотел сделать. Что-то хотел сделать и забыл. Прикинь. Ух. По Крыму гуляет. А, вспомнил. Я хотел. Я хотел, я хотел взять и протыкать. Замечательную вещь под названием Красный Телефон. В двух проблемных самых позициях. Попробуем поднадавить. Ух. В Севастополь пошел. Негодяй. Вот негодяй. А ну-ка, попробуй. Так, так. Вполне себе неплохо может получиться сварить этих. А не получится уже. Видишь. Мешают. Но у Дон Кубана, у Дон Кубанского Союза, точнее, нет, видишь, никаких возможностей для активных действий. У них просто тупо начинают растягиваться дивизии, растягиваться фронт, они начинают слив. Плюс они еще каких-то дебилов отправили на Крым, который просто будет считаться как оккупированная территория, если мы все вот эти Екатеринодары и прочее захватим. Крым их не спасет, они просто капитульнут перед нами. Именно поэтому я никого сюда не ставил. В принципе, никто и не нужен. Хотя по красоте следовало бы, наверное. Кто-то в Екатеринодаре, как обычно, сидит. Ладно, подождем. По телефонам пока не совсем здорово. Ух, ужас какой. Какой позор. А, кстати, вот сюда, если мы зайдем, то снесем всех этих бравых дяденек. Швравалку вкачали на самый максимум. Исследовались танки. Танки можно, кстати, в бой бросить. Дополнительно. Надо бы, кстати, радио поставить, где они резервы в бонусы. Я что-то подзабил на него. А зря. А, зря. Ну-ка, Боря со второй армией. Это ты у нас? Борю мы таким вот образом прокачаем. Его Величество Котел родился. Как там Польша? Польшу немножко на югах пробили. Там подготовиться. Сколько еще дней? Через 12 дней, кстати, мы на Польшу нападаем. Снова в Польшу. Так. Главное только, чтобы Комуня там 500 миллионов очков не дали. За то, что она принимала участие в активных боевых действиях. Ведь в этот раз-то ведь правда они принимали участие в боевых действиях активных против поляков. Сколько ты там идти-то будешь? Часик. Все, нету. Нет противника. Волк ту грозный. Екатеринодар пока не получается забрать. Пробуй обойти его и... Вот так. Этот баг, интересно, пофиксили или нет? Что если ты столицу окружаешь, то все. Все начинают стащаться. Ха-ха! Там какие-то дебилы до сих пор по Украине гоняют. Пробить не получается. С другой стороны, мы в любом случае через Кавказ. Сейчас пойдем еще. Потопали через Кавказ. Во Владе Кавказ. Там уже... И дальше куда-нибудь можно к Новороссийскому промаршировать. Дом Кубань, кстати, апнули. Это меня радует. Раньше он какой-то вообще дохленький был. Десять дивок. Когда-нибудь Дом Кубану еще и дадут фокусы уникальные. Это уж будет круто. Чё, сычуешь? Оправдание Варшавы успешно выполнено. Что по заводам? Нехватка пехотной снаряги. 459 штук. Давай-ка мы, наверное... Как-то у нас... Сейчас фигается, Х5, да? Вот так сделаем. А то там какой-то чувак меня все хаял. Чё это ты? О! Второй регионский совет. Скопытился. Скопытился от новостей о том, что Российская Республика нападает на Польшу. Правитель польский. Шляхтич. Что ж, бывает. Теперь главное выиграть гонку за Варшаву. Больше очков получим. И удача, кстати, не совсем на нашей стороне. Брать мод пехоту и быстренько ее в Варшаву кидать. И в Лодзь. Тоже важно. Важно забрать Варшаву и Лодзь. После этого будет все шик. Дом Кубан ГГ. Его можно просто все регионы у него захватить и сказать до свидания. Готово. Варшавский совет скапитулейтед. Как дела у этих всех? 8 дивок. 5 дивок. 7-9. Ты в интернационал, надеюсь, не полезешь, если я на тебя нападу? Бери. Я же ведь очень расстроюсь, если это произойдет. Можно, кстати... Хотя, наверное, не надо. Наверное, не надо. Сейчас умничать. Сделаем вот каким образом. А, нет. Нет-нет-нет. Неправильно. Неправильно. Тут стрелковые в основном дивизии. Стрелковые дивизии лучше сюда. Выставить. Как раз просто на Тбилиси. А что-то более мобильное. О, более равнинной местности. Так. Смечательно. И оставшиеся пехотные дивки можно в Азербайджан бросить. Чтобы параллельно тоже войну объявить. Как-то так сделаем. Сделаем. Быстренько на Эльбинг. Быстренько сюда. Тебя быстренько тоже на Варшаву лодь. Потому что эти французы и бушатники, они сейчас все испортят. Хренаси. Мы что, их в ноль просто выносим? Донские казаки поверженными. Те же казаки наконец возвращены в состав Отечества. Ура. Наконец-то национальные территории хоть какие-то. За интеграцией случатся. Хоть одна хорошая новость. Мяш-мяш. Варшава наш. Париж Востока. В период Ренессанса. Варшава. Переживать не лучшие дни после Великой Эго. Была надеждой на возрождение польской нации. Но все обернулось прахом после того, как Паскармель смогла защитить свою столицу от русских войск. Как и в стародавние времена, королевский замк был разграблен польскими солдатами. До того, как город перешел под власть Российской Республики. Королевство Польши ясно это отрицает. Приписываем родерство русским войскам. Так или иначе, с потери столицы будущее королевство туманно. Ну все, вот забираем. И ггм. Не должен быть. Кельцый и Плотск. Отжали. Гады. Придется нам мстить коммуне. Да, мы Польши не получим. Ну или почти не получим. Белосток себе можем забрать. Давай сохранимся, посмотрим. Или не будем сохранить. Не, они в любом случае взяли Плотск, Кельце. Я буду... Я буду очень золу на французскую коммуну. И устрою ей экстерминат в следующей серии. За то, что они отжали наши русские территории. Поэтому... Поэтому... Бель Ами, иди ты в пень. Белосток забрал. Козел. Ну вот. А мы Варшау сберем. Такая вот пипирка у нас торчащая теперь имеется. Замечательно. Не, ну мы будем мстить коммуне, конечно. Пакт надо будет динонсировать о ненападении 15 октября. А, ну кстати, как раз вот сейчас мы с кавказцами повоюем. Переведем войска сюда и нападем. Часть войск придется куда-то в Японию бросать. Потому что на ЦИН японцы вскоро нападут. Куда-то ближе к Японии. Поэтому придется нам тоже держать людей. Надо бы военный опыт еще запрячь. Много, 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 много военного опыта у меня. Легкий танк 3. Тебя. Я легкие танки активно использую. Потому что они быстро и маневренные. По трешке сделаем тип 1. Че-то я, по-моему, очень давно опыт тут не вкачивал. И планы удаляем. Эти господа товарищи должны готовиться к наступлению на коммуну. Номер 1 и номер 2. Как-то вот так вот. А тут еще какая-то хрень снять дивизию. Сейчас мы наполим. Так. Шикарно. Шикарно и замечательно. Все. Остается напасть на Кавказские республики. И Сирию мы завершим после этого дела. Благодаря. Интегра... О, интеграция Украины случится. Шикарно. Территория искусственной Украины создана в Германской империи для ослабления России полностью интегрированы. Если кто не понимает, почему искусственные, почитайте в Дзен-канале. Да, умирает, увы, наш Дзен-канал, потому что аудитория что-то маловато. Как-то все хотят в Дзене читать про Путина и политату современную. Аудиторические статьи никому нахер не нужны. Но, тем не менее, если вы считаете иначе, то почитать можно о Максе Хоффмане и о его проектах на территории Российской империи. Все. Объявляем войну. Конец-то. Ну, теперь, в принципе, мне пофиг. Вступится Берия куда-нибудь или не вступится. Нам придется освобождать русские земли. Негодяй. Так, все. План-то я выставил. Можно на Азербайджан параллельно тоже напасть. Войну. Все. Шикарно. Шикарно. Здесь только я на боку не сорвал линию. А должен. Какой-то колоссальный продав... Ой, еще и план славал. Шикарно. Вот что я люблю. Вот так вот. Едем. Потом переделаем план. Хотя, может, уже не понадобится, потому что Тбилиси мы штурмуем. Надо быстренько вот этих парней теперь на боку вырусить. Ну, а парочку буквально дивизик прямо сюда. Им ничего не светит. Заводик я чуточку попозже запрягу. В Грузии че-то вообще ничего не светит. Как-то совсем легко с ней. Египетский султанат капитулирует. Это дядька султан до сих пор с ним воевал, что ли? Это дела. Я даже не знал об этом. Всех замочили. Дядька султан замочил всех. Бывает. А мы замочили Грузию. Захватить все регионы. Завершить ход. И праздновать. Грузия капитулийтед. Так, а че у нас теперь по планам? На Армению же ведь еще надо напасть. Тоже. Как вариант. В горах пробить азербайджанцев не получается. Активно и эпично. Сюда проверим. Но тем не менее, скоро мы их все равно продавим. Сейчас еще со стороны Армении можно на них напасть. Другой мой Козанян. Сейчас тоже получит по лбу. Заводы. Заводы сразу сделаем. Надо побольше пехотной всякой псячины запрячь. Производство. Все, марш на Баку. Начался марш на Баку. А моткой просто проедемся к Еревану. И всему остальному. Изи. Азербайджан пал первым. Протыкаем. Селиком и полностью. И нажимаем готово. Азербайджан капитулейтер. Остается брать Ереван и заканчивать Сирию. Следующий. Будем мстить Камуне. И может быть параллельно еще и с японцами воевать. Пока не знаю, как это будет выглядеть. Все. Все армяне завалены. Готово. 8 апреля 1942 года. Мы, в принципе, много чего уже захапали для себя. Осталось только польские территории кое-какие вернуть. Плотск вернуть, Белвосток и Кельце. Будут тоже хорошо забрать себе. После чего, наверное, европейскую экспансию можно будет завершить. Потому что дальнейшие всякие проекты мы выполнять не хотели. Хотели только довоенные, до вельткрайговские, так скажем, вещи забрать. Ну и вот с Японией можно погоревать, забрать у нее Сахалин. Может еще Курила. Ух. Сын молодцом. Взял, захавал еще кого-то. Ну а на этом пока, ребятки, все. Гражданка американская продолжается. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал. Видео ставьте плюс вверх. Всего доброго. Увидимся с вами в продолжении. А может быть даже и в финале, если мы сможем за одну серию завалить коммуну и Японию. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.